Украина представляет В любовь Спасибо за свет За всё, что есть у меня Спасибо, что плачу Я знаю, что значу Спасибо за то, что ты есть Ну вот, располагайся Спасибо, а можно я телефон сразу на зарядку поставлю? Ну, почему ты спрашиваешь? Делай, что хочешь, ты здесь хозяйка Ждёшь звонка от Серёжи? Значит так Если возникнут какие-то вопросы, обращайся И помни Это ваш дом Твой и моего будущего внука Так что не стесняйся Я всегда рядом, договорились Спасибо, Иван Ильич Ну, хорошо Зина, у меня к вам разговор Слышу вас, Мария Алексеевна Мне кажется, вы давно переросли свою зарплату И достойны большего Правда? Я довольна вами Вы отлично справляетесь со своими обязанностями С сегодняшнего дня Вы будете получать в два раза больше Ой, Мария Алексеевна Я не ожидала Так приятно Спасибо Не за что А теперь внимательно слушайте Нет, заходите от дворняжки не на шаг Улыбайтесь, кланяйтесь, подакивайте Словом, я хочу, чтобы она вам полностью доверяла Ясно Каждое утро вы будете ходить на почту И забирать все письма, которые приходят нам и Рубиновым Ни одно письмо о Сергеи Ивановиче не должно попасть к Ляле Конечно И следите за телефоном Старайтесь всегда первой брать трубку Хотя Сергей сказал, что в следующий раз он позвонит мне раньше, чем через месяц Что ж Отлично У меня есть месяц Месяц для чего? Для того, чтобы все исправить Наташа, что это было? О чем ты? Да какого черта ты с ним целовалась? Ах, это Я думала, ты понимаешь Могу объяснить По легенде мы молодожены А молодожены часто целуются Да не надо делать из меня, идиота Ты могла его обнять Руку на плечо положить Щечку шмокнуть в конце-то концов Но такой поцелуй, Наташа Это как-то Слишком Леша Главное, что пограничники нам поверили И все обошлось Или ты предпочел бы провести остаток жизни в тюрьме? Да Да, ситуация нас обязывает быть осторожными Играть в эти дурацкие игры, что-то изображать Но это 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 было слишком правдоподобно, Наташа Спасибо Я старалась Старалась она Актриса хренова Как вкусно пахнет, хотела Тепанова А давайте я вам помогу Ой, ну что ты, Ляля Отдыхай, я сама справлюсь Да сколько можно уже отдыхать? Ну я не могу сидеть без дела Ну ладно Вот яблоки почусти У нас сегодня десерт Яблочный пирог Любишь пироги с яблоками? Очень А ты чем расстроена, Ляля? Я по Сереже скучаю Она не звонит, не пишет Ляля Ты зачем вернулась? Сережа так хотела, мне Маша передала А что, я здесь кому-то мешаю? Ну а как сказать? Мне-то нет, мне наоборот А вот хозяйки нашей Кто ее знает? Здесь какой-то обман Ловушка Ну что, Валентина Степановна, ну какая ловушка? Здесь все обо мне так заботятся Заботятся, а не заботятся Только как бы потом это боком тебе не вышло Возвращай-ка сюда ты к своим старикам Там тебе спокойнее будет Мне здесь как-то спокойнее, легче Ну здесь ведь Сережа дома Здесь все о нем напоминает Будьте старушнее, Ляля И очень ты никому не доверяй Ты понимаешь, о чем я говорю? А как вы думаете, Валентина Степановна А кого Сережу хочет больше, мальчика или девочку? Хоть мальчика, хоть девочку Он одинаково любить будет А если у меня двойняшки родятся? Сразу мальчик и девочка Так ведь бывает? Бывает По-всякому бывает Обед готовишь? Вроде того Давай помогу Слава делать нечего Давай, хорошая идея Я картошку вообще чистить ненавижу Так что ты меня спасаешь Классно ты сегодня Наташку поцеловал Прям Голливуд Вот именно Голливуд Фикция Ну да, ну да Нравится она тебе? Сам знаешь, так надо было Да Смотри, морячок, если что И тенда вам с ней из Алексея не видать Она его баба Он за него паспорт Так что смотри Будь осторожен Здравствуй, Люся Здравствуй, Зинуль Сто лет не видала тебя Как дела? Все там же у Сверидовых А где же мне еще и быть-то там у Сверидовых? Мне зарплату подняли Ой, поздравляю Вот что значит у хороших-то людей работать Слушай, Люся, у меня к тебе дело есть У нас Иван Ильич Писем ждет от сына Я не знаю что там Но что-то важное Поэтому все письма от Сверидова Сергея Ивановича Передавай лично мне А я буду каждый день приходить Пожалуйста Хорошо? Да Да, и он может на адрес Рубиновых писать Так что эти письма мне тоже нужны Хорошо? Поняла Поняла Хорошо Вот и отлично А вот тебе подарочек от моих хозяев Хорошо, что там О письмах никому не говори, ладно? Поняла Поняла Не скажу Запаха Итак Что мы имеем на сегодняшний день? Как видите, Валерий У нас есть три Рады Черная Родившая девочку Полину Рада Рубинова с девочкой Лялей И Петрова С мальчиком Колей С Колей, говорите? Очень может быть С Петровой начнем? Я тебя об этом не просил А меня не надо ни о чем просить Я сама знаю, что мне, когда и как делать Я против, категорически А мне все равно Такое право Ты имеешь Так поступать Мама А я предупреждала тебя С твоей помощью Или без нее А я своего добьюсь И нечего меня упрекать Так что же все-таки происходит Скажите мне Вы опять кричите друг на друга Скажи мне, Коленька Я никогда не видел вас в таком состоянии Что случилось? Ну что, Николай Сам объяснишь? Или мне сказать? Я ничего объяснять не буду Потому что это все Твои старческие фантазии Что с вами? Что с вами? Ой, Юрьевич Вам плохо? Нет, нет Ой, ничего Евгения Семеновна Глянь Конечно, это моя вина Что ты так обо мне думаешь Раньше мне казалось Что ты вышла со Сергея по расчету Оттого я излилась на тебя Ну прости меня, если сможешь Я была не права Сколько раз я Проклялась саму себя за Это свое дурацкое поведение Ляль Если бы ты только знала Ты не простишь меня Это понятно Я принесла подарок Твоему малышу Вот Подожди Ну теперь-то ты понимаешь Что мне от Сережи Ничего не нужно И что я просто люблю его И хочу, чтобы он был счастлив Я в этом даже не сомневаюсь Ну, значит, мир Ты меня прощаешь? Да Мир Только, пожалуйста, не плачь Не буду Анна Петровна Как я рада, что вы все-таки пришли А как я рада, что вы к нам зашли Присаживайтесь Ляль, Ляль, что тут дела? Валентин Степанович, заварите нам, пожалуйста, свежего чаю Не стоит, я буквально на минутку Заварите Ну, Ляль, как твои дела? Как тебе тут относятся? У меня все хорошо Я счастлива Ну, как я рада Наша двойная беременность пошла нам на пользу Мы обе вяжем черчики и пинетки Разговариваем обо всем на свете Да, и теперь в нашем доме покой и благодать Я так хочу, чтобы Сережа вернулся до родов И Алечка Анна Петровна, постойте Вы, пожалуйста, не верьте тому Что только что увидели Наша хозяйка не так проста, как может показаться Что вы имеете в виду, Валентина Степановна? Мария ненавидит Лялю Она очень пузлый человек Вы считаете, что Ляле грозит опасность? Я не знаю Но ей не нужно расслабляться Она этого не понимает Она всех любит и всем верит Валентина Степановна Я вас очень попрошу Присмотрите, пожалуйста, за Лялей И если что, сразу звоните Здравствуй, Люся Здравствуй, Зинуль, здравствуй Держи вот письма Сергея Свиридова Всегда одного Как договаривались Спасибо, Люся Ладно, я побегу Спешу Ну ладно Ну ты как всегда Я тебе там французскую помаду купила Потом занесу Ну ладно Можно? Заходи Вот, как обещала Здесь все Молодец, Зин Оперативно Ой, Мария Алексеевна С почтальонкой еле договорилась Ну, даже приплатить пришлось А только что Санна Петровна Наскнулась И чуть не столкнулась Она увидела Как я письма-то У Люськи брала Перепугалась Жуть Кошмар Ничего, Зин Скоро вы будете получать зарплату И ваш страх Как рукой снимет С дворняшкой веди себя Как мы договорились И не забывайте Все письма Сергея Должны быть у меня Не беспокойтесь Все будут Идите Машенька А почему ты еще здесь? Обед готов Все собрались Только тебя ждем Ваня, что ты так кричишь? Ну, разве я кричал? Напугала меня Беременные такие нервные Вот именно А ты кричишь Семена Галлюциногенных Растений Были уничтожены Посредством их сожжения Как лучший сотрудник Отдела Майор Харитонов Награждается Почетной грамотой А горит-то что? Солома, давай быстрее А также ему присваивается Воинское звание Подполковника Внутренних войск Поздравляем Спасибо Служу Украине Спасибо 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 Что-то я засыпаю на ходу В нашем состоянии Это нормально Меняется гормональный фон Иди вздремни Ну я так и сделаю Кто спать, кто работать Если что, я в кабинете Ты бы тоже отдохнула, Машенька Я на веранде посижу Ну да Почитаю Любимая Ляля Вспоминаю о тебе каждую секунду Ты мое чудо Мой прекрасный мотылек Нигде нет покоя Паша, Фрэш, Мария Алексеевна Ну неужели не понятно Что я хочу побыть одна Это просто не уносимо Так все прошло Он принял заказ Принял Только заплатил не полностью Как? Ну вот так Это все? Он хочет, чтобы мы Подняли со дна вот это Тогда он не только полностью рассчитается с нами Но и накинет к сумме еще пару нулей С ума сошел Это же просто легенда Мы так будем всю жизнь искать Даже если найдем Где гарантия, что местные нас с этим отпустят Так Вы же знаете Наш заказчик Любитель разных раритетов За них он выложит любые бабки А наши проблемы Его не интересуют Значит план такой Если нас примут тамошние таможенники В игру вступает наш Номинальный владелец яхт А, слышал? Ну теперь до тебя дошло Что ты с нами В одной лодке Как в прямом, так и в переносном смысле Мацалюк Курица твоя лялька А не мотылек Ты, Сережа, претин Наша хозяйка против ляль Что-то задумала Что-то случилось Валентина Степановна Она все время носит Какие-то бумажки за собой И явно не хочет Чтобы кто-то прочитал Ну, наши документы какие Нет Сомневаюсь Наверное, рецепт отравы какой-нибудь Не скажете, тоже Да, она на все способна Уж ты мне поверь Ты проследи за ней Ладно И за ляльей тоже Ну, это само слое А то эта стерва еще на кухню проберется Еще подсыплет что-нибудь Да ты кушай, Слава, кушай Ну, наконец-то Здравствуй, любимый Я знал, что я тебя увижу А что ты сожгла? Не твое дело Маша, что происходит? Я каждый день здесь Я жду тебя, ты не приходишь Звоню тебе Ты не отвечаешь на мои звонки Что случилось? Объясни мне Мне сейчас не до этого У меня проблемы Ну, скажи, как тебе помочь? Ты же знаешь, я для тебя все сделаю Ляля беременна Ну и что? Как что? А то, что теперь наш ребенок Это не единственный наследник В состоянии свиридовых Вот что Ты сказала, наш с тобой ребенок Странно А раньше даже запрещало думать об этом Послушай Ты должен сделать так Чтобы наш сын получил все Понимаешь? Ну что ты хочешь, чтобы я убил Лялю? Я этого не говорила Но ты ведь этого хочешь, так ведь? И что с того? Я становлюсь убийцей А ты и дальше будешь жить со своим Иваном? Нет, так не пойдет Но я люблю тебя И буду любить всегда Ну, если любишь Бросай его С ума сошел Пойдешь со мной Сделаешь все, что ты хочешь Пусти Пусти Не смей больше смотреть в мою сторону Прощай Чай из лавы Угу, спасибо Чай пьешь? А я тебя везде ищу Поехали Сейчас Мария Алексеевна Поздно уже А вот это уже мне решать Поздно или нет Быстро я сказала Мария Алексеевна Ну, куда же вы на ночь-то глядя? А что Ивану Ильичу сказать? Скажите К дяде поехала Соскучилась Он как раз сегодня Допоздна работает За подполковника Каритонова Ура! 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 Маша Солнышко Племяша моя Мне подполковника дали Котик Ну, что ты Родная моя Что ты плачешь? Зайчик мой Что? У меня Нет, у нас проблемы Я совсем не знаю Что мне делать Подожди, подожди Объясни толком Что случилось? Лялька беременна Дела Значит, твой ребенок Не единственный наследник Королевство придется делить Ох ты вот, смотри Дяде нужно Срочно что-то предпринять Где она сейчас? У нас Я ее забрала К нам Чтоб она прямо была На глазах у меня Под контролем Молодец, соображаешь Я надеюсь, что вы с ней Лучшие подружки Да И что с того? Беременность ее От этого никуда не денется Ну все Все, все, все Родная моя Солнышко мое Ну все, успокойся Успокойся Слезами горю не поможешь Тут надо подумать Беременность она сама по себе Не уйдет Это факт Но вот она сама Слушай меня Продолжай в том же духе Приручи ее Пусть она жрет С твоей руки А я что-нибудь придумаю Обязательно Ну все Это для кого? Для Ляли Ты что, Валя Здесь я Кормлю жену Сергея Ивановича Ага Ну хорошо Стирва Что с вами, Зин? На вас лица нет Вы не заболели? Нет Но если этот маразм Будет продолжаться Я обязательно заболею Опять Валентина Степановна Я для Ляли сделала фреш Она взяла и вылила его в раковину Потом взяла меня за руку И вытолкала из кухни Ну только я в этом доме Готовлю еду Выдра Ничего, потерпите Уже недолго осталось Скоро мы избавимся от них И от дворняжки От этой больной на голову старухи Да Красота Я знаю Что? Не можешь пережить Что хозяйская жена Тебя отвергла? Откуда знаешь? А Опять карты сказали? Сказали А еще они сказали Что эта связь тебя до добра не доведет Оставь меня в покое Лучше сиди и гадай Рамир Ты должен думать не о ней А о нашем деле Пора парники строить Траву сажать О каком деле сестра? Ты не понимаешь? Она беременна Это Это мой ребенок Я с ума по ней схожу Она меня знать не хочет Ставь меня в покое Доброе утро Доброе Ну у вас с глазками что? Плохо спала? Да нет А с настроением что? Иван Ильич, почему мне Сережа не звонит и не пишет? Ну почему? Наверное потому что Там где они выступают плохо со связью А то б он тебе трезвонил Целыми сутками Надоел бы уже Вы так думаете? Конечно Не расстраивайся Давай лучше Завтракать Там Валентина Степановна для тебя Какие-то особые сырнички приготовила Ам Ляечка, тебя по утрам не мутит? Да нет, вроде Ой, а я еле с кровати встаю Голова кружится, слабость Врачи говорят, что при первом триместре это нормально А мне спать все время хочется Сама себя не узнаю Это тоже нормально Главное ни в чем себе не отказывать Хочешь есть, ешь Хочешь спать, спи Райская жизнь у беременных Можно только позавидовать Так мы не для себя стараемся, дорогой А для наших малышей Чтобы они родились здоровыми и красивыми Правда, Ляль? Правда Слушай, Ляль, а давай сегодня с тобой вместе пойдем в женскую консультацию А вечером твоих стариков к нам пригласим Скорей бы уже на берег Уже скоро Что, по бабам соскучился? А, спрашиваешь Это ты у нас? Все свое беру с собой Не всем так везет Держись, Костя К вечеру в порту будем, оттянешься Дай-то Бог, дай-то Бог Слава, поедай домой Мы пройдемся Подышим свежим воздухом Слушай, Ляль, все-таки какая удача, что мы с тобой на одном сроке Правда? Да, здорово Слушай, я прочла тону литературы о беременности И под комнат теперь уже во всех вопросах Ты знаешь, мне кажется Если что, я могу даже сама у себя принять роды А у меня? Да это вообще расплюнуть Ну, надо мне что-то такое тоже почитать Конечно Я дам тебе одну книгу Автор-американец Отлично написано У меня еще есть каталог одежды для беременных Если хочешь, дам посмотреть Выбери что-нибудь Спасибо, Маш Ну, куда мне наряжаться? Да ты не права Но беременность, это же не повод Махнуть на себя рукой Тем более, что Сергей может раньше вернуться А тебе, Лядечка, нужно хорошо выглядеть Давай зайдем выпьем чаю Давай Маш, только ты, пожалуйста, о том, что я беременна Никому не говори У нас считается, что об этом никто не должен знать Такая примета Поняла Никому не скажу Добрый день Привет Здравствуйте Сделайте нам чаю Такой желаете? Черный, зеленый, фруктовый Лучше всего травяной, да? Ну, если травяной Присаживайтесь Да, наверное, нам будет удобнее Тут Как ты думаешь? Хорошо Садись Ляля Черный чай для беременных не полезен Зеленый повышает давление А во фруктовом слишком много глюкозы Поэтому я заказала нам травяной Надо же, я об этом даже не задумывалась Напоминай Пригодится Здравствуйте, Ваше Величество Я сяду за ваш столик Что вы себе позволяете вообще? Эй, девушка Охрану позовите К нам тут алкаш пристает Я, толкаш Что вы, Ваше Величество Не надо со мной так Фу Какая мерзость Все, Ляля, мы уходим Пойдем Я думала Здесь приличное кафе А у вас, оказывается Грязная наливайка Ваня Я сейчас и такое расскажу Что случилось, милая? Ты не представляешь Мы с начислялей Зашли в цыганское счастье А там твой Рамир Совершенно пьяный Он к нам приставал, Вань Приставал? Как? Уселся за наш столик Неслыханно вообще К тому же, насколько я понимаю Сейчас он обязан быть на работе Вань, ты должен немедленно Увольть этого алкаша Если не хочешь Чтобы он нас по миру пустил Машенька Рамир вовсе не алкаш А кто? А кто? Послушай, милая Может у Рамира Какие-то неприятности Вот он и выпил с горя Ну с кем не бывает Ваня, послушай Или ты его уволишь Или я поговорю с дядей Он отправит его на принудительное Лечение от алкоголизма Выбирай Ой, ну что ты разошлась Маша Нельзя так с работниками От этих людей зависит Будущая наша агрофирма Может у Рамира черная полоса Понимаешь? Потому что Осудить человека Граждо проще Проще, чем Понять его Да ты понимать нечего Он забулдыга И алкаш Вот таким вот не место В нашей агрофирме Маш Но мне тоже Рамир не нравится Но Иван Ильич прав Работники тоже люди И у них в жизни бывает Не все гладко Милый Ну прости Прости Просто Все моя беременность И Я иногда сама не своя Не обращай внимания Ладно? Я хочу выпить За нашу семью Которая собралась За этим столом И за двух Главных женщин Моей жизни За Машу и Лялю Скоро девчонки Вы подарите мне Наследников Причем мы Отцом и дедом Я стану одновременно Что еще нужно Мужчине в моем возрасте Это счастье Я счастлив И еще Я хочу выпить За моего сына Который сейчас далеко Но Которого мы все Очень любим Перестань, Ляль Ну все же будет хорошо А вы знаете Что Ляля не хочет Чтобы кто-нибудь Кроме ее самых близких Знал о ее беременности У нас у Ромов Не принято Обсуждать с чужими Это И пока живот не будет виден Об этом знают только Муж И родные Любопытно А какие корни В этой традиции Считается Сглазить могут Если раньше времени Станет известно Мы очень уважаем Цыганские традиции Но еще больше Мы уважаем Желание Ляли И я обязательно Предупрежу прислугу Чтобы и они Никому ни слова Спасибо вам Слава Я сейчас очень занят Поэтому попрошу тебя Съездить на скотобой Хорошо, Иван Ильич Узнаю Ромира Готовы ли мяско Правки Понятно И еще Пожалуйста Присмотреть К Ромиру Узнай Как он себя чувствует Как себя ведет Словом Узнай В каком он состоянии Хорошо? Окей Выясни Прости Прости, я тебя разбудила? Что-то нет Хорошо, что зашла Мне давно уже пора вставать Ляль Конечно На то и рассчитано Ляль А идем я тебе Что-то покажу Идем Ромир 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 Иван Ильич Меня прислал Узнать Готовы ли мясо К отправке Мясо? Мясо Да они скоро Ляльку пустят На мясо Что? Как они ее вдруг Полюбили Носится с ней Пылинки сдувают Но только все это Блеф Они как ненавидели ее Так и ненавидят Эти Сверидовы Ромир Что с тобой происходит? Ты что пьян? А Мария Улыбается ей Под ручку с ней ходит А сама же только думает Как Как от нее избавиться Откуда знаешь? Да знаю я Знаю Никто не знает А я знаю Что? Ну что, что знаешь? Скажи Чем хуже, тем лучше Мария сама виновата И Лялька виновата Да суки Да приди что Ты в себя В чем виноваты? Пусть Ну 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 пусть Насмотреться не могу. Хочешь примерить? А можно? Ну что за вопрос, Лялечка? Ну конечно. Так, надевай. Пойдем. А я застегнуть не могу. Я к такому не привыкла. А ты привыкай. Вот Сережа вернется и подарит тебе такое же. Что ты можешь? Для меня это слишком. Ну а если Сережа подарит тебе золотое колье или там сережки с бриллиантами? Неужели ты откажешься? Не верю. Лялечка, ты же цыганка. А все цыганки любят золото. Главное, чтобы он вернулся. Я так по нему скучаю. Бедная моя девочка. Вернется. Конечно вернется. Валентина Степановна, Ляля в опасности. Я на скотобойне был. Мне Иван Ильич поручил съездить. Видел Рамира, пьяный в дым. Болтает, черти что не разберешь. Но одно понятно. Он откуда-то знает, что Мария Алексеевна что-то запланировала против Ляли. Вот я так и знала. Что там делать, Слава? Может, с Иваном Ильичом поговорить? Да Господь с тобой. Он нам ни в жизни не поверит. А где доказательства? А потом Мария так все выкрутит, что еще и нас с тобой уволят. Да, уволят, ничего. Но Ляли одну здесь страшно оставлять. Да вот тут и оно. Послушай, Слава. А давай мы с тобой будем дежурить. По очереди. Следить за Ромером. Ты куда-то идешь? Да. Хотелось ходить к бабушке с дедушкой. Можно с тобой? А то мне без тебя тут будет скучно. Хорошо. Но только я пойду на кухню еще зайду. Там Валентина Степановна хотела для них гостинцы собрать. А я пока переведу себя в порядок. О, как хорошо, что вы приехали. Машенька, здравствуйте. Проходите. Пожалуйста, пожалуйста. Бабушка, тут Валентина Степановна передала вам всякие вкусности. Вот пирожки, домашняя ветчина и еще что-то. Держи. Ой. И сказала бы, что не стоит. Ой, ну Валентина Степановна так вкусно готовит. У нее каждое блюдо вкуснее предыдущего. Да. Она у нас кулинарный гений. Ну, давай, тогда помоги мне накрыть на стол. Хорошо? Давай. Я с вами. Нет, Машенька, не надо. Вы в гостях. Отдыхайте. Мы с Леолей вдвоем. Так давайте в саду посидим. Погода хорошая. Тогда там нужно поставить стол. Я и поставлю. Я быстро. Ой, хлеб закончился, я схожу принесу. Сидите, сидите, я схожу. Ну, я должна же хоть как-то вам помочь. Давайте. Ой, Машенька, спасибо. Он на холодильнике в хлебнице. Не беспокойтесь, я найду. Ну. Ну. Погода хорошая. Какой свежий хлеб, а. А как пахнет. Вы сами печете? Да. Редко, но печем. Ой, Свет, какая прелесть все-таки. Есть хлеб, сделаем собственными руками. Ляль, а давай мы с тобой тоже научимся хлеб печь. У нас дома тоже есть хлебопечка. Представляешь, как наши мужья удивятся? Можно было бы. Угу. Но вряд ли нас... Спасибо. Вряд ли нас, Валентина Степановна, на кухню пустит. Вы, я вижу. Спасибо. Стали лучшими подругами. Не то слово. Я так привязалась к Ляльичке. Да, дедушка. Мы с Машей теперь не разлей вода. Угу. Ляля уже готова? Надо сходить посмотреть. Нас в театре ждать никто не будет. Спектакль вовремя начнется. А нам еще до Первомайской ехать. Не волнуйся, дорогой. Все мы успеем. Сейчас только ресницы докрашу. Хорошая мы. Зачем? Красавица моя. Милый, так приятно это слышать. Будь добрый, достань, пожалуйста, мое жерелье. О, конечно. Маша, я действительно не понимаю. Красить ресницы, когда они у тебя и так ослепительно красивые. А ты все красишь и красишь. Маша, а его здесь нет. Не может быть. Я всегда его кладу только сюда. Ты успокойся и вспомни, куда ты его положил. Ваня, какой ужас. Нас обокрали. Милиция вызвала.